Здарова народ, с вами Сид и я приветствую вас на канале Games Unlimited. Подписывайтесь. Ну что же, еще раз спасибо вам за ваши лайки. Продвигайте канал вверх и видно, что контент вам нравится. Это уже классно, это меня радует. А мы продолжаем проходить Persona 5 Royal. Продолжаем с того же самого места, на котором остановились в прошлом видео. Пришли мы значит уже домой. Насколько я знаю, делать тут сейчас уже нечего. Так что можно ложиться спать. Так, я чувствую себя измотанным. Наверное, это из-за всего того странного дерьма, которое произошло со мной. Лечь спать. И бархатная комната. О, ты пришел как раз вовремя. На ноги, заключенный. Наш хозяин хочет поговорить с тобой. Это для твоего же блага, если ты примешь всерьез его слова. И прежде всего, давайте отпразднуем ваше воссоединение. О, ты пробудил свои силы. И твоя реабилитация наконец-таки может начаться. Мои силы. Ну, пока что тебе ни к чему все это прям полностью понимать. Тебе нужно будет тренировать силу своей персоны, ту, которую ты пробудил. Персоны, это своеобразные маски. Это броня вашего сердца, которая противостоит всяким мирским вопросам. Я возлагаю на тебя большие ожидания. Давайте промолчим. У тебя нет выбора, кроме как отточить свою силу. Это не потому, что мы тебя к этому принуждаем. Это из-за твоей судьбы. Ведь если ты пренебрежешь этим, ты умрешь. И, кстати говоря, ты пришел, чтобы оценить наш... Навигатор Метавселенной. Использование его позволит тебе перемещаться между реальностью и дворцами. Дворцами. Я подарил его тебе ради того, чтобы ты начал тренироваться как вор. Навигатор Метавселенной. Это подарок нашего хозяина. И лучше бы тебе бережно к нему относиться, заключенный. И посвяти себя тренировкам, чтобы стать хорошим вором. Должно быть очень печально и уныло использовать его в одиночку. И, ну, должны быть еще другие люди, которые будут для вас выгодны. И он у них тоже появится. Это все позволит тебе стать прекрасным вором. Ну что ж, пришло время. Возвращайся. И наслаждайся этим отдыхом, который у тебя был. Ммм, дождик опять. У меня был странный сон. Судьба, пробуждение. И что более важно, мне нужно поторопиться, чтобы успеть в школу. А в этот раз с зонтом. Ммм, ма-жи-ка-я. О чем вообще думал кондуктор, въезжая в станцию на такой скорости? А-а-а, ты что, не слышал? А-а-а. Парень просто потерял контроль над этим. Что-то в последнее время частенько такое происходит. Ну, знаешь, такие случаи происходят из-за того, что люди внезапно сходят с ума. Сечешь? Ну, знаешь, между тем, что экономика сейчас просто в отсосе и вот всей этой депрессией, это, ну, не такой уж и сюрприз, то, что так происходит. Смотрите, новая девочка. Похоже, видишь, рыжая вон стоит. Разве не новая героинка? Да, потому что это на этой сцене, по-моему, не было раньше. Так, смотри, это не она. Ты имеешь и дуту с красным бантом? Ну, с красной лентой. Да, я думаю, да. Она такая худенькая. Это не честно. Я ведь тоже собираю волосы в конский хвост. А, ну, хорошо. И какое это имеет отношение к тому, чтобы быть худой? Ребята, уже что-то по-новому. Пожалуйста, садитесь. Скоро будет моя станция. Ты уверена? Ну, тогда... Э, вот это скорость. Я имею в виду... Извините меня. Это место было для этой леди. Так, хочешь, чтобы я его разбудил? Тебе стоит что-то сказать. Так, хочешь, чтобы я его разбудил? А, ну, ладно, не нужно. Я могу понять его позицию. Простите, что не смогла вам помочь. О, и все хорошо, дорогуша, не беспокойся. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам с багажом. Спасибо. Не слишком тяжелая? Нет, все в порядке. Я достаточно тренированная. Какая... Милашка. Извините меня. Спасибо вам большое за то, что было ранее. За что? Ну, за то, что вы сказали, когда я уступил свое место в поезде. А, вы ведь второгодка Шуджина, правильно? А я на первом году учебы. И... Благодаря вам... Я, ну, от меня ускользнуло то, что нужно вас поблагодарить там в поезде. И я не хотела быть грубым со своим симпаем. Пожалуйста, простите меня. Очень боже мой. Ладненько, ладненько, хорошо он грубый со своим симпаем. Она мне нравится. А вам, ребят, пишите в комменты, что думаете. Новая героиня. Похоже, что в этот раз я добрался с охранности до школы. И куда делся этот замок? Итак, я учитель общественных наук. Мистер Ушимару. Я буду учить вас правилам общества знания, грубо говоря, в этом году. Так, похоже, вы выглядите все так. Как будто вы, ну, быстро выросли. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, кто из вас больше всего мне в этом году разочарует. И определенный словарь определяет этот год как период 365 разочарований. И название этой книги примерно, ну, названо так же цинично-сатирически, как и все остальное. Это называется она «Словарь дьявола» от Эмброса Бирса. Эй, новичок! Скажи мне, словарь дьявола определяется как главный, ну, фактор прогресса человеческой расы. Так, что это определяется? Так, мы можем посмотреть же вроде. Так, и насколько я помню, на вопрос. Злодеи. Верно, неисправно, если быть честным. Ты ведь действительно это знал, так? И, конечно, злодеи не могут повлиять на тебя, ну, исторически. Ну, на суть истории. Ну, а помните, что... Это всего лишь какое-то, ну, сардоническое остроумие, не более того. А здесь, в реальном мире, злодеи, ну, не продвигают человека вперед. А все, что они делают, это несут хаос и раздор. Ну, вот, плюсик в карму. Я знаю, что вы все слышали эти сообщения, что все эти агитаторы вызывают проблему. И у нас нет никакой комнаты для преступников здесь. Ни в школе, ни в обществе. Я понятно излагаю? Так, она действительно девчонка с ленточкой на первом году, на первого годка. Я слышала, что... Вот этот преступник, этот почетный студент, прибыль в одно и то же время. Ой-ой-ой. Нападение, шантаж, наркотики. Он все это делал. Я слышала, что у него с собой нож. Слушайте, это какая-то известная персонка тут. Каламбурчик, да? Эй, такамаки! А сейчас все достаточно опасно в последнее время, после всех этих аварий. Простите, у меня сегодня фотосессия. Ну, знаете, для специального летнего выпуска. И я не могу упустить такую возможность. Ай, знаешь, ну, быть моделью, это круто и, типа, престижно. Но, пожалуйста, не перетрудись. А, ты упоминала, что неважно себя чувствуешь? Что-то с твоим аппендицитом? Да-да, я планирую идти в больничку. Но сейчас слишком занята. Пожалуйста, что беспокою вас. И тебе, наверное, сейчас одиноко. Знаешь, мне так грустно из-за того, что я заставляю твою лучшую подружку так часто тренироваться. Да, и будь осторожна с этим переведенным студентом. У него засудимость, как-никак. Если что-то с тобой случится... Спасибо. Пожалуйста, извините меня. Я хотел с тобой о вчерашнем замке поговорить. Но я пытался убедить себя в том, что это был просто сон, но так и не смог. И я не могу себя вести так, как будто этого ничего не было. Как-никак это связано с этим ублюдком Камашидой. Я снова хочу найти то место, несмотря ни на что. И ты, как бы, единственный человек, на который я могу положиться в этом. Что, поможешь мне? Конечно. Что делать дальше будем? Отлично. Я рад, что мы в этом единомыслим. Давай попробуем пройти тем же маршрутом, каким мы вошли вчера. Так, мы пришли от станции, правильно? Давай пойдем вместе. Ну, и если увидишь какие-то странные здания по пути, пожалуйста, дай мне знать. Рюджин не выглядит плохим парнем. Пожалуй, я с ним прогуляюсь. Если такой большой замок действительно существует, я думаю, что мы его быстро найдем. И где они такое построили вообще? Так, мы шли вчера здесь, да? А, может быть... Ну, тогда ты и веди, потому что я уже больше не уверен. Хорошо. По-моему, так. А, дай мне, знаете, что ты заметишь? И мы в школе. Так, по дороге не было никаких таких мест, верно? Я не заметил никаких в замках тоже. Так, может мы повернули где-то не туда? Давай попробуем еще раз. Еще раз. Не переживай. Еще раз не облажаемся. Пойдем. Че, серьезно? Так. Здесь все меньше, чем мы думали, да? Что ты думаешь? Проверь свой телефон. Я уже это сделал. И ничего такого там не заметил. А, подожди, телефон. А это же напомнило мне... У тебя нет такой навигационного приложения? Навигационного приложения. Ну, не знаю, просто в прошлый раз я слышал вот что-то похожее на навигатор из твоего телефона. Он еще сказал, возвращаемся в реальный мир или что-то типа того. Дай на секундочку телефон. Ну, вот, что это за похожая на глаз фигня. Милый логотип, да? Ну, я бы вот так не описал. Но приложение странное. О, подожди, это же... Я знал, что это навигационная приложуха. Смотри, вот твоя история поиска. Ого, я такой гений. Давай, используем его. Но я не знаю как. Ну, тогда я это сделаю. Камашида, Академия Шуджин, Извращенец, Замок. Начинаю навигацию. Погнали. Так, мы вводим нужную локацию и... Эй, что ты... А? Какого черта? Смотри, вот он, вчерашний замок. Так, мы вернулись обратно. А это значит, что вчерашние события были по-настоящему. Ох, твоя одежда. Прошлый раз случилось то же самое, так? Что за шмотки такие? Неплохо, да? Тебе они нравятся? Блин, да что здесь происходит? В этом вообще нет никакого смысла. Эй! Прекратите! Эй, опять ты? А, тени повысили свою активность. Или я вернулся сюда, думая, что может быть... Если подумать, вы, ребята, вернулись обратно, ко входу, после того, как едва ли смогли спастись в прошлый раз. Что это за место? Это что, школа? Все верно. Ну, это же замок. Этот замок и есть школа. Но только для владельца замка. Владельца замка? Я думаю, вы звали его Камашидой. Это то, как его искаженное сердце видит школу. Камашида... Искаженный... Объясни, тут вообще смысл есть? О, я не думал, что такой дурак это поймет. Чё-то сказал? Что это такое? Ну, должно быть, это рабы, которые здесь держатся в плену. Серьезно? О, чёрт, это всё по-настоящему? Мы же видели ребят, которые были захвачены здесь вчера. И я абсолютно точно уверен, что они из нашей школы. И, скорее всего, они здесь по приказу Камашиды. И в этом нет ничего такого необычного. Такое здесь каждый день. Но, что более важно, вы вчера сбежали вдвоём. И, должно быть, из-за этого он немножко вышел из себя. Ах, он сукин сын. Рюджи? Это всё дерьмо собачье. Слышишь меня, Камашида? Знаешь, дело это ты её так не откроешь. Но, похоже, у тебя свои причины на это есть. Эй, Мона-Мона! Я Моргана! Ты знаешь, откуда исходят голоса? Ты хочешь, чтобы я тебя к ним отвёл? Хорошо, я тебя отведу, но только если он с нами пойдёт. Тогда погнали. Ну, тогда договорились. Правда? Спасибо, мужик. Хорошо. Давайте сделаем это. Двигаем за мной. Это наша точка входа. Да, мы же через неё и убежали в прошлый раз. Да, не блокируйте вход. Это одно из основных правил фантомного воровства. И как мы должны были знать такое вещи? Ну, думаю, я научу вас этому, раз уж мы идём. Погнали, следуйте за мной. Ну, прости, что втянул тебя в это. Но... Ну, чёрт возьми, я не могу позволить этому ублюдку-камашиде сделать всё, что ему сблагорассудится. Спасибо. Ну, и на самом деле, большое тебе спасибо, что ты меня сопровождаешь, был у тебя должен. Как земля колхозу, да? А, чёрт возьми, это место пугает меня, как всегда. Так, а теперь убедитесь в том, что делаете точно так, как я вам скажу, хорошо? За мной. Так, мы... Проходили сюда через главный вход, да? Что за... А, кажется, сейчас изображение двоилось. Это что, был Шуджин? Я же говорил вам раньше, это место, это ваша школа. И несмотря на это, у нас нет времени стоять и просто осматривать всё вокруг. Кто знает, когда появятся тени. Так что, погнали. Вот сюда. Так, я вижу там тень. Чёрт возьми, у меня было чувство, что здесь будет охрана. Похоже, что... Отсюда нам придётся сражаться. Правда? Ох, чёрт, мне придётся научить вас на основе битв, и пожалуйста, не забудьте всё это. Всегда пытайтесь захватить врасплох противника, и нападайте со спины всегда, когда это возможно. Вам нужно сорвать маску, чтобы владелец дворца потерял над ними контроль. И если вы успеете это сделать, то у вас будет шанс на удачную атаку первыми. Значит, нам нужно напасть на них первыми, и бить первыми. Я понял. И ты же понимаешь, что ты будешь просто наблюдателем, да? У тебя нет своей персоны. Но в любом случае, поехали. Ну, вот, боёвочка пошла. Так, джек-фонарь. Размесили. Так, сюда, наверное. Почему здесь никого нет? Чёрт возьми, они же были здесь раньше, куда они делись? Давай потише. А, да, точно, впереди тоже они были в прошлый раз. Похоже, что их уже куда-то перевели. Чёрт возьми, я слышу приближение шагов, и много. Будет проблемно, если они сейчас нас обнаружат. Так, давайте двигаться в эту комнату. Я думаю, мы сможем спрятаться внутри, пока они не уйдут. Так, и похоже, что тени сюда не смогут попасть. Откуда знаешь? Ну, здесь более слабое искажение. Я думаю, что у владельца меньше контролей над этой зоной. Это классная комната. Ну что, теперь понял? А, это место не что иное, как, ну... Проекция виденья от владельца этого замка. То есть, это реальность Камашиды? Чёрт возьми, там вообще никого смысла нет. А, одно могу сказать точно. Этот мир, это... Материализованное, искажённое желание. Я называю такие места, как дворцы. Дворцы? А всё выглядит так, это потому что он считает школу своим замком. И это, значит, вот потому всё превратилось вот в это, потому что он так думает? Вот сукин сын. Похоже, что ты действительно этого Камашиду не любишь. Ненавидишь. А, слово ненавидишь не передаёт то, что я чувствую к нему. Всё, это вина этого ублюдка. А, не знаю, что между вами двумя произошло, но, пожалуйста, не дай своим эмоциям взять над тобой верх. Снаружи целая куча его лакеев. Тебе, может быть, интересно насчёт твоего... твоей одежды? Да, мне, чёрт возьми, тоже интересно. Это всё из-за этого мира. Ещё больше вещей, которые не имеют смысла. Ну, здесь всё искажается в зависимости от желания хозяина дворца. Ведь сама школа превратилась в дворец. И чтобы, ну, исправить эти искажения, кто-то должен иметь сильную силу, чтобы противиться. И вот то, как вы выглядите, вот так, это как раз-таки проекция вашего, ну, несогласия... Которую вы держали внутри. Так, всё, меня это всё уже сыт этим по горло. И мне ещё больше интересно, что с твоими шмотками. И вообще, что-то возьми, чёрт возьми, такое. Я... чёстный человек. Человек я. Но ты больше выглядишь как кот. Ну да, это всё потому, что я потерял свою настоящую форму, я думаю. Ты и думаешь. Но я знаю, как её вернуть. И причина, по которой я пробрался сюда, это... Было предварительное исследование, ну, этого способа. А потом меня поймали. И, кроме того, Камашина меня тоже пытал. И я заставлю его за это заплатить. Это что, комиксы какие-то? Это действительно безумие. Так, если мы хотим двигаться дальше, нам бы пора поторопиться. Ну что ж, новичок, я на рассчитываю на твои силы. Понял? Не переживай, я... Не буду на тебя, ну, давить. Я думаю, что это может помочь, поэтому... Поэтому я привёл, принёс с собой вот эту штуку. Это, конечно, только моделька пистолета, поэтому он только издаёт звук. Это ж игрушка. Но выглядит совсем как настоящая. Ну, по крайней мере, не выяснят, что это подделка. И я ещё кое-какие лекарства с собой принёс. А, оно звучит как предварительно что-то, ну, не понимаю. Так, значит, ты планировал это с самого начала, да? Хорошо. Если вы готовы, давайте возобновим наше проникновение. Ну, что ж, я думаю, там есть всё ещё часовые, которые там прогуливаются. И давайте используем это время, чтобы, ну, выгадать пользу из нашей ситуации. Так, здесь можно пообщаться и сохраниться. Ну, это всё мы, конечно, ребятки знаем. Совсем мало времени нам дали, чтобы познакомиться с этой новенькой рыженькой девочкой. Что печально. Так, сохранились, можно валить отсюда, да? Так, а похоже, я слышал, видел здесь какое-то движение. Наверное, это моё воображение только. И чё с рабами-то? Они сейчас в зале для тренировок. И предполагаю, что они уже кричат от боли. Очень хорошо. Кстати говоря, я слышал, что здесь вторженцы где-то есть, так что будьте начеку. Ты это слышал? Ты это слышал? Они сказали тренировочный зал, верно? Я думаю, это немного впереди. Что, двигаем? Так, сохранились. Погнали, скай, тренировочный зал. Так, ты чё, рожей ко мне идёшь? А ну, отвернись. Отвернись, не смотри. Молодец, хороший мальчик, хорошая тень. Так, я тут только хотел засаду сделать Моргана, как всегда, портят все карты. Так, похоже, там страж. Так, и... Тренировочный зал должен быть там. Так, что мы будем делать? Будем биться с ним? Похоже на то. Главное, чтобы он нас не заметил, или уровень стражи дворца повысится. И если это случится, что мы будем делать? Убежим. Уровень будет падать по мере того, как мы будем уничтожать стражи незамеченными. Звучит сложно. Хорошо, я немножко расскажу вам про уровень безопасности. Это критично для вторжения во дворец, поэтому внимательно слушайте, хорошо. Так, ладно, он уже рассказал нам все. Ты не смотри. Я, конечно, понимаю, только слепой нас не заметит. Твою мать, успел? Успел. Так, персона лупит. Не слабое место, конечно. Гару тоже, но на одного хватило. Ладно, будем бить руками, чё. Промазал. Так, это аналитика. Стоп, мне же ствол дали, да? Или я пока катсцена не пройдет, не могу его использовать. Хотя есть смысл. Пистолет, огнестрелы вообще же круто заходят только против летающих врагов. Этот вроде не из таких. Так, 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 так. Нам сюда. Впереди тренировочный зал, верно? Да, немного дальше. Я уверен, что там тоже будет охрана. Я бы кто-то сомневался-то. Так, это чё за комната? Закрытая комната, я понял. Тогда вниз. Других вариков не осталось. Эй, ты видел кого-нибудь, кто похож на вторженца? Пока еще нет. Черт, у меня было чувство, что там целая куча противников. И, похоже... Невозможно их обойти. Так что же нам делать? Попытаться их вывести из строя? Это не так-то просто. А у нас еще большой путь впереди, поэтому нужно беречь энергию. Понятно, прости. Черт возьми, я... Думаю, я могу сражаться. Хотел бы, чтобы как-то помочь. Но все, что у меня было, это вот та игрушка. Я такой неудачник. Эй. Что ты имеешь в виду под той пушкой? Ну, она же просто выглядит как настоящая, но на самом деле не стреляет. Понятно. Ну что ж, раз так... Хорошо, мы используем это, чтобы убрать этих противников. Что? Ты что, меня не слушал? Я же сказал. Она... Ну, не стреляет. Не переживай. Я уверен, что это сработает. Давай, кучерявый, атакуй. Оставьте это на меня. Чувак, во, я устал его повторять. Она не стреляет. Так, ладно, давай, постреляй по ней. Ну что, удивлен? Ну, знаешь, непрерывная стрельба от каминга может быть полезнее, чем размахивание ножом. И, ну, конечно, если у тебя патроны кончатся... Могут и скончатся патроны, но это может принести больше плодов. Как очень понятно, патроны кончаются. Теперь я покажу свое оружие. Так, огнестрелы нас обучили. Черт возьми, как-то произошло. Эта штука стреляла настоящими пулями. Это ведь мир восприятия. И пока ваш противник верит, что оно настоящее, он таким и будет. А вот в чем хороши штуки, которые выглядят как настоящие. Ничего не понял? Ну, потому что они воспринимают это как оружие, там как раз-таки и патроны появляются, которые ограничены в битве. А, и поскольку враги ожидают, что там будет, ну, оружие будет заряжено, оно и будет заряжено каждый новый бой. Так, что здесь происходит? А, это вы ублюдки? Так, будь готов, еще один. Так, видишь, патроны восстановились. Все так, как я сказал. Все патроны возвращаются к каждой новую схватку. Ух, не знаю, зачем я вообще с собой это взял, но рад, что я это сделал. Да, иметь дополнительную огневую мощь в нашем арсенале очень полезно. Это удача большая. И должен тебе сказать, отличная работа даже для такого, по поводу, как кем ты выглядишь. Ты зачем так сказал сейчас? Прекрати бурчать, блондинчик. И, кстати говоря, мы должны разделить наши роли в битве с этого момента. Как вы видите, сейчас впереди куча врагов. И нам нужно, ну, грамотнее координировать наши действия. Я продолжу нам всякие зацепки давать. Но ты должен решать, как мы будем биться, кучерявый. Что ты имеешь в виду под как мы будем биться? Ну, вообще, в бою он может отдавать непосредственно нам приказы. И, или он должен определять, как мы будем действовать. В общем, мы будем вот теперь так сражаться. Так, боевая тактика. Ну, что ж, какой план? Мне следовать твоим приказаниям или действовать по своему благу так? По моим приказаниям. Понял. Ну, посмотрим, что у нас тут. Погнали. Наконец-таки. Раздражает, да, ребята? Вот такие обучалки в играх. Особенно, когда... Ну, вы, типа, уже знаете, что делать. Нормально. Чисто с огнестрела отошли. Новые скиллы, отлично. Так, этот стражник стоит как раз на том месте, куда нам нужно. Ну что, ребята, вы снова его уложите? Ну, похоже, это единственный выбор. Но подождите, может быть, это хорошее время, чтобы... Да, я понял. Я сейчас научу вас особому способу боя с противниками. Новая техника? Ну, что-то типа того. Поехали. Ну что, сейчас я покажу вам новую технику в битве. Дай... Сначала вырубите врага. Так, а он и так. Ох, уже там учалка. Хорошо, что дальше попроще будет. Секунда. Ну что ж, все прошло очень даже гладко. Ты как будто был рожден для этого. Что это был суперприем, который вы сделали? Ну, он называется Allowed Attack. Так, если вы вырубите всех противников, можете их сразу у всех убрать. Да, это было очень быстро прям. Ну, да, это специально концентрированная атака на беззащитных врагов, как-никак. И, как я упомянул раньше, я буду следовать твоим командам. Так что, если вы решите, мы всегда это будем делать. Так, все понял. Ну, надо удалять сначала по слабостям, потом выгадывать удачный момент и срубать врагов. Хорошо, вот оно. Камашида, тренировочный зал любви. Что это за херня вообще? Тренировочный зал любви. Ох. Hall of Love. Этот голос, откуда он идет? Он оттуда, что ли? Черт возьми, что за дерьмо? Как, сколько раз мне тебя повторять, чтобы ты был потише? Так, ну это фигня же какая-то. Как это открыть? Прекрати. Оставь нас в покое, это бесполезно. А? Если мы... будем оставаться послужными, нас не казнят, как вас двоих. Ты хочешь сказать, что... ты сам хочешь оставаться в таком месте? Подождите, вы что, ребят, планируете вытащить этих ребят отсюда, что ли? Мы же не можем их так просто здесь оставить. Ой, какой же ты тупой. Что? Эти люди просто восприятие Камашида. А, они не настоящие люди. Из реальности. Они отличаются от вас двоих. Восприятие? Я к тому, что бесполезно их спасать. Они... отличаются от тех... своих настоящих сущностей в реальном мире. Считайте, что вы похожи на супер-супер... одинаково выглядящие куклы. А, черт возьми, почему все так сложно? Итак, школа это замок, а студенты являются в нем рабами. Это все заставляет меня смеяться. И все это внутри... башки этого говноеда. Но все же, это ужасно. А, это все означает, что он воспринимает их как рабов в реальном мире тоже. В реальном мире тоже? Подожди, я знаю этих парней. Они все члены волейбольной команды. И всех их тренирует. Камашида. Наверное, их унижают морально каждый день. И потому что, ну, они не будут избиты так. Подождите, только не говорите мне, что они проходят через все то же дерьмо в реальности. Похоже на то. Похоже, что Камашида воспринимает их как рабов. Не может быть, чтобы это все было по-настоящему. Я слыхал, что Камашида использует физическое наказание, но я думал, что это просто слухи, но... Если они правдивы, мы можем заявить об этом в полицию. Я использую этих ребят как доказательство. И если все пройдет как нужно, мы сможем выжать этого мудака Камашиду. О, не работает? Мы можем использовать навигационное приложение, но камера не работает? Приложение? Ну, то, которое привело нас сюда. Что насчет твоей? Камера даже не открывается. А, конечно, круто, что вы там что-то делаете, но нас с вами поймают, если мы будем продолжать так здесь стоять. Нам нужно двигаться назад. Секундочку. Нет другого варианта. Должен запомнить лица, прежде чем идти домой. Хорошо, давай клетки здесь проверим. Воды, пожалуйста, больше не надо. Не давать воду, а спортсменам в реальном мире? Ах, какое же говно. Я должен попытаться запомнить лица этих парней, прежде чем уйти. Хорошо, давай следующий мы посмотрим. Так, я не знаю, что вы, ребята, здесь делаете, но, пожалуйста, оставьте нас в покое. Ты о чем вообще говоришь? Ты серьезно будешь мириться с этим? А, ладно, похоже, разговаривать с ними бесполезно. А, больно, больно. Что за черт? Это не тренировка, это насилие. Значит, он делает то же самое в реальности тоже, да? Ну, черт бы побрал этого ублюдка. Поторопись. Да знаю, я знаю. Просто дай мне секундочку, я запомни их быстро. Э, еще не закончил? Мы уже достаточно близко. Э, черт возьми, это все меня бесит. Тут блюдок. В любом случае, я всех их запомнил. Ну, тогда прекратите тратить время, нам нужно сматываться. Так, там тупик, значит, идем обратной дорогой. Хорошо, нам нужно поторопиться назад, быстро. Хорошо, отправляемся обратно. Так, сторожевой пост возле тренировочного зала не отвечает. А, шанс того, что здесь вторженцы велик. Всему персоналу усилить меры безопасности. Похоже, мы здесь задержались слишком надолго. Нам нужно выбираться отсюда. Так, выход в той стороне, давайте быстрее. Так, снова вы. Снова сделайте ту же самую ошибку, да вы безнадежны. Эта школа не твой замок. Я запомнил их лица. Очень хорошо. Тебе конец. А, значит, правду говорят. А собаки, которые много лают, редко кусаются. Как далеко зайдет бывшая звезда команды бегунов, пока не упадет? Так к чему это вообще? Я говорю про предателя команды бегунов, который проявил насилие и этим закончил, обрушил мечты своих товарищей по команде. Ой, я могу только представить всю боль, которую испытали другие, которых ты втянул в свой эгоистичный поступок. Предатель команды бегунов? Ой, какой сюрприз. Ты с ним путешествуешь, но ничего не знаешь, да? Он предал своих товарищей по команде и раздавил все их надежды, но все еще продолжает быть беззаботным, как всегда. Это неправда. Какая трагедия. Ты слепо веришь в этого дурака, а он привел тебя прямо к смерти. Поторопись и избавься от них. Я больше не могу выдерживать их зловония. Черт возьми! Рюджи, убегай! Так, ну, здесь автобой можно сделать, потому что как бы... Так, мы окружены. Я убью ее! Я убью тебя, потому что... Король-Камашида сказал мне это сделать. Еще больше их? Это плохо! Ну да, дальше скрипт пошел. Зато увидим сейчас пробуждение Рюджи. У него одна из моих любимых персон. Да и костюм у него... Прикалывает мне больше, чем у остальных. Ах, ты кусок! Бьюсь об заклад, что ты пришел сюда... По твоей прихоти они пришли сюда. И что получилось в конечном итоге? Нет. Ох, этот жалкий кусок дерьма так быстро выбивается на эмоции. Как ты смеешь поднимать на меня руку? Ринжи и Айе. Ах, этот жалкий кусок дерьма. И ты уже забыл мою доброту в руководстве тренировок команды бегунов. Это были не тренировки, а физические унижения. Тебе просто не нравилась наша команда. О-ой. А, это все не важно, потому что единственное, кто добивается результатов, это я. И тот тренер, которого уволили, тоже был безнадежен. Он даже мне не возразил ничего после того, как я сломал ногу его звезде. Что? Мне сломать тебе вторую еще ногу? Ведь школа все равно это спишет на самооборону. Черт возьми. Неужели я снова проиграл? Нет, я не могу больше убегать. И команда бегунов теперь не существует из-за этого застранца. Так, вот почему. Так, разделайте следующим с ним. После того, как добьете их. Не дай ему выиграть. Ты прав. А, все, что было важно у меня. Он все забрал. И я никогда это не верну. Просто стой здесь и наблюдай. Просто смотри, как эти жалкие ничтожества умрут. Просто ни за что. Потому что были с тобой заодно. Нет. Это все потому, что из-за тебя. Это из-за того, как ты используешь людей. Ты реальный ублюдок Камашида. Что ты делаешь? А ну, заткните его. Прекрати смотреть на меня с этой дебильной ухмылкой на своем лице. Ой, ты заставил меня подождать. Ты ищешь силы, так? Давай заключим договор. Так, ваше имя уже опозорено. Так что, давай, можешь поддаться тому, что внутри. Потому что я есть ты, а ты есть я. Больше нет пути назад. Череп восстания будет флагом. Что ты делаешь? Склонись и наблюдай. Что, он тоже? Ой, круто. Персона. Сейчас зажжем. Ну что ж, теперь мое время расплаты. Я на... Готов. Поехали. Снеси их, капитан Кит. Так. Вы причинили трудности к корлю Камашиде. Так, восприятие Камашиды не изменилось, да? Он действительно воспринимает меня проблемным, каков я и есть. Вперед, капитан Кит. Я думаю, можно на автобои их вынести. Так, я просто доказал, что Камашиды никой не особенный. Так, ну как насчет этого? О, у Рюджи тоже есть потенциал. Даже если ты сейчас извинишься, я тебя не прощу. Я ведь говорил тебе, что это мой замок. Ну а ты, видимо, еще не понимаешь. Что это за прекрасная девица? Что ты делаешь? Так, что-то явно не так. Так, значит, вот как он это представляет. Но почему она здесь? Эй, пусти ее из враченец. Сколько раз мне тебя повторять, пока ты не поймешь? Это мой замок. И я сделаю в нем то, что захочу. И все хотят быть любимым мной. Все, кроме вот воров вроде вас. Такамаки, скажи что-нибудь. Успокойся, Рюджи. Это не девушка из реального мира. Она как тирабы. Просто восприятие Акамашиды. Что, ревнуешь? Ну что ж, я не удивлен. Девушки никогда не смотрят на таких проблемных ублюдков вроде тебя. Так. А теперь уберите их отсюда. Так, мы в меньшинстве. Нужно всматываться, прежде чем нас окружили. Мы никуда не пойдем. Мы что, просто убегать так? Мы не можем просто здесь умереть. Спасибо богу, что у тебя хотя бы голова на плечах есть. Ммм, хорошо. Так, мы все обнародуем, несмотря ни на что. И лучше бы тебе быть готовым к этому. Так, это все начинает меня уже утомлять. Приходите сколько хотите. Если вам недорога ваша жизнь. Игнорируйте его, уходим. В любом случае. Я не помню, что переодевался в это. Ну, тебе идет. Че это, я должен быть счастливым из-за этого? Ну что ж, не такая плохая, как твоя, зато. Нашли их? Тихо. Нет, продолжаем искать. Да что ж происходит, я полностью ничего не понимаю. Я же говорил тебе раньше, когда обладатель персоны противостоит правителю дворца, он становится для него угрозой. И это случается. Это, ну, влияет на искажения. А, и этот череп. Это восприятие твоего внутреннего я. Это тот бунтарь, который дремлет внутри тебя. Ну, надеюсь, теперь ты понял. Не-а. Тогда прекрати задавать вопросы. И прими то, что ты видишь. Легко тебе сказать. А, подожди, мы в глубоком дерьме. Да заткнись ты. А, ну, смотри. Мы должны были уйти отсюда, но облажались с камашидой в реальной школе. Ой, как это умно с твоей стороны, быть таким идиотом. Расслабься. Камашида в реальности не знает, что здесь происходит. Тень это его истинная я, сторона личности, которую они не хотят видеть в себе. Так, значит, все в порядке? Ну, смотри, камашида в реальности помнила казни. Вот это я пытаюсь до тебя донести. Хорошо, тогда все, что мы должны сделать, это... Подожди. Я провел тебя, как обещал. А вы обещали сотрудничать со мной. Это ведь было так мило с моей стороны учить вас, идиотов. Кап... сотрудничать? Что, не помнишь? Я пришел сюда для того, чтобы расследовать. Я должен стереть искажения моего тела и вернуть настоящую форму. А, и для этого я должен пройти вглубь Мементоса и... Подожди, подожди, ты о чем вообще? Мы... Не говорили о том, что должны помогать тебе. А? Не говорите мне? Что вы двое не хотите отплатить мне за мою доброту. И то, что я вам показал. Особенно ты. Ты что, не хочешь принять участие в моем мастерском плане? Дай мне подумать об этом. Уоу. Это потому, что я не человек? Это потому, что я выгляжу как кот? А, вы что, из меня дурака теперь делаете? Мы заняты. Спасибо тебе за все, кот. Ты действительно смелый для кота. Увидимся. Эй, что за черт? Вы что, серьезно? А вы... Что? Это делаете? Потому что я на куклу, что ли, похож? Нет, черт возьми. Вернитесь. Так, вы вернулись в реальный мир. Добро пожаловать обратно. Спасибо богу, мы вернулись. Так, я снова тебя втянул во все это, да? Прости, мужик. Черт возьми, я мертвецки устал. Ты как, держишься? Так, я измотан. Ну, не похоже на это. Но, черт возьми, если все, что мы видели по-настоящему, это чертовски хорошо. Я запомнил лица всех тех парней, которых Камашида воспринимает как рабов. И если мы заставим их сказать о том, что Камашида их физически унижает, все будет в порядке. Так что, поможешь мне найти этих парней или других жертв? Конечно, я помогу. Ну, вот это базар. Эй, и... И если ты думаешь, что я, ну, так, с тобой обращаюсь из-за твоей записи, ну, это не так. Все уже знали, это был, ну, не я, я это не рассказывал. Они уже знали, что ты имел судимость. Так, как такое случилось? Я думаю, что Камашида открыл свой грязный рот. Серьезно? Ну, кроме учителей никто не знал. И, ну, так быстро все распространилось. И, неважно, студент или еще просто ребенок, этот мудак просто разрушает вещи, с которыми он не согласен. Он так поступил со мной. И никто не воспринимает то, что я говорю всерьез. И просто ходят слухи о том, что он физическое насилие практикует. И после того, что я увидел, что показывают в тюрьме вот искаженного сердца, я уже не отступлюсь. Ну, конечно. Я рассчитываю на себя. Не переживай, что я так заморочился сильно из-за этого. А, вот и первое, собственно, связь появляется. Действие фантомных воров достаточно неэффективно в одиночку. Есть преимущество, чтобы были партнеры, и ты как раз принял такое решение, да? Или я ошибаюсь? Так, первый конфендент. А? А, да, я ведь ничем не обедал сегодня. Пожалуй, лучше бы разделиться и где-то перекусить, да? Конечно. А, двигай за мной. Я имею в виду, ну, я должен услышать о твоем прошлом. Че? Да нет, черт возьми. Что этот сделал? Успокойся. Ну, даже просто выслушав твою историю, я разозлился. Так значит, ты покинул свой родной город и теперь ты тут, да? Ну, это больше похоже, чем то, о чем я изначально думал. Может, ты и прав. ты первый парень, который так подумал. я думаю, что люди вокруг нас воспринимают нас, ну, как геморрой какой-то. Как будто мы ну, никому не нужны. я делал глупые вещи, раньше в школе. Так, ты же в Йонге не живешь, да? Сейчас достаточно сумбурно, все в метро и полагаю, что ты тратишь до хрена времени, когда добираешься домой. Что за фигня, чувак, ты едва ли прикоснулся к моей еде? А что ты делаешь? Дай мне это сделать, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты помог мне. В любом случае. Я... Ты прикрыл меня? Точнее, я буду прикрывать тебя вот так, начиная с завтрашнего дня. И нам надо придумать, что нам сделать с камашидой. И я уверен, что лучше бы это сделать в школе. О, да, точно. Запиши мой номер и ID в чате тоже. Ну, подожди, камашид. Мы начнем все делать, прямо начиная с завтрашнего дня. Так что, давай, 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 найдем этих парней, которых он держит за рабов. Завтра волейбольные соревнования, да? Эта херня, которую предложил камашида, это бесит меня. но из-за них у нас не будет днем занятий, поэтому мы спокойно можем гулять по школе. Ну что ж, детали обсудим завтра. Давай, давай, кушай. Там целая тонна имбиря. так, что насчет плана с камашидой? Ты слишком громкий. А, точно. я кечи такой прошел. Видели, да? Я не высыпаюсь в последнее время. Когда закрываем глаза, я думаю о стольких вещах. Шихо. Соревнования уже скоро, национальные, а я все продолжаю думать. Стоит ли мне в первой линии это стоять? Не переживай. Просто будь уверенной в себе. У тебя есть навык, которые были признаны всеми, и это все потому, что ты работаешь усерднее, чем кто-либо еще. Да, волейбол это все, что у меня есть, как-никак. Что более важно, как твоя травма? выглядит опухший. Не переживай, все в порядке. Я думаю, когда придет время, я уже выздоровлю. Простите, что прерываю, Сузуэ, но мистер Камаши дозовет тебя к себе. А, и что он хочет? Он не сказал. Ан, я... Да, все в порядке. не могу поспорить, это что-то о встрече стартового состава или что-то типа того. Ну, да. ну что ж, мне пора. Давай, желаю тебе удачи. Держись там, Шихо. А, ты дома? Нормально сегодня в школе себя вел? Ну, конечно. Я думаю, ты извлек урок из того, что произошло вчера. И до тех пор, пока ты не влезаешь в проблемы, я, ну, ценю это. Я не знаю, чем ты там занимаешься, но поверь мне, если ты начнешь причинять проблемы, я напомню тебе, если ты забыл, твоя жизнь уже больше не такая свободная, как раньше. Так, я решил написать тебе. А, ты читаешь? Ага. Я рассчитываю на тебя завтра, хорошо? Понял. Ты прям братан мне, чувак. Что ж, увидимся завтра. Найдем тех парней, которых унижали там. Ты и я. Эй, ты вообще слушал меня? Просто не поддавайся дурным влияниям, лады. Так, я на ночь домой пошел и закрой магазин. Не шатайся тут. Фух, что ж, ребятки, этот выпуск на сегодня закончен. Я надеюсь, он вам понравился. Жду от вас лайков, комментариев и подписки на канал. Опять же, все те, кто хочет поддержать канал материально, ссылочка под видео. На этом я с вами прощаюсь, друзья. С вами был Сид. Пока.